вот и тут то же самое вот ну то есть это означает что вот эти вот точки они сближаются то есть вот это вот и ровно те точки которые сближаются но дальше у меня бывает два типа таких сближений с 1 и с 2 до зависимости от того что это за точки либо эти точки все верхней полуплоскости либо они частично верхней частично в нижней или да вот и дальше вот то есть каждая вот вот то есть вот короче говоря вот когда я делаю вот одно такое отщепление чем да я считаю что вот мне что вот как бы в каком-то смысле не ну вот бывает то что называется level twist то есть это когда они левельные то есть когда вот все вершины лежат на определенных дерево лежат на определенных уровнях тогда вот но тут такого нету то есть это означает следующее что вот совершенно неважно вот у меня как бы вот в первом приближении я могу сделать как вот у меня было значит смотрите была такая вот carol of который сколько получается 6 до должно быть вот 6 ребят вот раз два три 4 5 6 вот что я могу с сделать я могу сначала вот отщепить вот это вот делаю то есть сказать что у меня раз теперь раз два три теперь раз два вот то есть я вот вот как бы вот этот кусок выделил и вот этим ребром его раздул да вот а дальше я могу сделать еще раздуть дальше вот этот не я к тому что это у меня на самом деле по определению должно быть одно и то же то есть то есть вот и тут один вот то есть это понятно а с другой стороны я могу сначала одну вот раздуть не не я не совсем то сказал да то даже больше возможностей тут у меня вот так да 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 совершенно верно а потом я могу сделать вот например вот так вот правильно или не совсем нового это какого но он в каждый раз добавляется одно новое ребро видите вот здесь вот у меня вот это вот ребро новое ну в каком-то смысле вот вот здесь же вот вот каждая корола это некоторый вот открытый кусок вот это ребро это ровно та точка которую мы добавляем новое ребро это вот новая точка да вот это плюс pts здесь и плюс pts здесь вот не я хочу сказать что мы на самом деле вот прийти отсюда сюда можем несколькими способами то есть и они все рассматриваются как одинаковые то есть смысле эквивалентной главное я не то есть мы можем вот сначала вот как мы тут обе как я сказал отщепить здесь а могли наоборот сначала вот скажем вот отщепить вот этот кусок то есть сказать что у нас вот тут остаются там эти сколько их 4 а здесь вот будет вот эти два потом там куда-то дальше и все вот это вот будет одинаковым то есть грубо говоря совершенно то есть у нас вот смысл в том что у нас вот если как бы вот есть две группы точек которые сближаются друг с другом то вот эти вот магнит магнитуды как бы так сказать ну рескейлинги бесконечно малые которые я использую тут и тут считаются независимыми величинами вот это что вот это я хотел сказать то есть в принципе они могли бы в некоторых более мудреных компатификациях считаться как бы что у нас все рескейлинги бывают там первого порядка второго третьего вот здесь эти два рескейлинга рассматриваются как совершенно независимые но если у нас вот здесь есть еще какой-то там дополнительно точки сближается то это уже рескейлинг следующей малости по сравнению с этим и так далее но разные совершенно независимые ну вот давайте давайте взглянем на с этой точки зрения да и значит что да да значит что я тут хотел сказать да что вот здесь сейчас только я тут значит секундочку секундочку только тут значит по всем деревьям а тут произведения по всем вершинам которые не листья и не корень и тут скажем так некое c v вот то есть c вот это c это некое пространство сидит связанное с вершиной где вот это cv это может быть как cn так и cmn вот то есть грубо говоря то что происходит следующее что вот мы не но правильнее рассмотреть конечно случай когда у нас вообще нету никакой прямой это на самом деле гей ну просто тут получается дополнительная сложность из-за того что у нас есть там два типа стратов и из-за этого труднее понять давайте мы рассмотрим сначала вот случай когда так сколько надо дайте еще пять минут а там уже сейчас меня погонят все так значит надо следить за базаром она ты ну это Продолжение следует... Ну вот да, то есть правильнее, конечно, рассмотреть случай вот этого пространства CN, когда у нас все точки только на плоскости. Тогда намного легче, потому что тогда, ну, картинка такая, что вот в первом приближении у меня несколько точек вот идут, значит, сближаются друг с другом. Тогда я добавляю, тогда это у меня интерпретируется графически, что вот такая, значит, коралла, она разбивается на такую. Где вот... Вот, и в этом смысле у меня, значит, тут было пространство CN, а вот этому будет соответствовать CN1 плюс 1, это вот эта вот дополнительная точка, умножить на C2, да? CN2. Кстати, можно тоже посчитать размерности, эти мы еще не считали. Тут будет N равно N1 плюс N2, конечно, тут будет 2N, там, минус 3, тут будет 2N1 плюс 2 минус 3, а тут будет 2N2 минус 3. И того, что мы получаем, что-то не то, да, получаем, не должны то получить, сейчас, минус 3, а, нет, ну, почему не то-то, все то получаем. То есть получаем 2N1 плюс 2N2 минус 4, а тут 2N минус 4. А тут 2N минус 3, то есть ровно на единицу меньше разреза. Вот, то есть в данном случае, вот, то есть вот если у меня вот такая же картинка была бы здесь, то есть какие-то точки бы сближались, там дальше были бы сближения второго порядка-то и так далее, то я бы рисовал такое планарное дерево, и в каждой вот его вершине, которая отлично от листьев и отлично от корня, я бы писал некое CN1, там CN2, там потом было бы там какой-то N3, CN3 и так далее. То есть, грубо говоря, у меня бы вот в данном случае CN было бы равно объединению по всем графам гамма с N листьями, планарным графом, да, и дальше было бы произведение по всем вершинам, неравным листьям и неравным корню, вот, и тут было бы, соответственно, C стар вершинам V, стар от этого V, где стар в данном случае это вот количество стар от V, это множество выходящих ребер, то есть мы можем рассматривать дерево тоже как ориентированный граф, вот сверху вниз ориентированный, то есть вот сколько ребер выходят, столько точек мы должны как бы посадить, то есть у нас получается произведение, да, то есть вот, например, вот эта бы вот картинка, вот она бы, ну или, скажем, даже вот такая, вот когда здесь есть второго порядка, здесь первого, она бы как выглядела? Она бы выглядела, что граф, который этому соответствует, он вот какой-то, значит, вот такой, это вот эта группа, да, а тут, значит, вот такое что-то, и тут еще, значит, вот такой, вот, да, правильно? Вот это вот здесь, значит, есть первого порядка, потом второго, вот, и то, что я сюда должен посадить, соответственно, у меня будет вот четыре пространства, вот, то есть вот пространства, которые здесь будут, это вот здесь будет, допустим, N1 этих выходящих, здесь N2, здесь N3 и здесь N4, тогда, значит, вот этому графу будет соответствовать просто CN1 умножить на CN2 на CN3 на CN4, то есть, грубо говоря, я вот такое вот делаю, при этом графы должны быть любой длины, но главное, что я не могу их делать бесконечной длины, потому что если у меня точек становится меньше двух, то уже ситуация нестабильна, да, то есть, то есть, как меньшее количество точек, которые могут сблизиться, это две, поэтому у меня там в пределе я получу бинарные деревья, правильно? То есть, вот вопрос, вот кто в этой картинке будет иметь размерность 0, то есть, то, что уже дальше не будет иметь границы, ответ, это будут бинарные, да, бинарные деревья будут, потому что если, ну да, то есть, вот такие вот бинарные, это означает, что в каждой вот, вот как-то так, то есть, везде два вот этих листа выходящих, и тогда вот для такого дерева у меня будет произведение окружностей, потому что, ну мы же договорились, что для двух точек, вот, это, значит, должна быть окружность. Но это, собственно, и так понятно, потому что если две точки это С2, то тогда С2, это, соответственно, вот я беру Z, ну, беру Z просто там неравным, неравным и, да, то есть, как мне это сказать, не, Z, а, ну да, я могу сначала сделать радиус этой конфигурации 1 с помощью растяжения, вот, 1, а дальше я могу эту точку, у меня есть еще двумерная группа сдвигов, я могу ее там, допустим, в точку E отправить, и у меня будет просто вот буквально окружность как окружность, то есть, это будет окружность, то есть, если у меня есть такое бинарное дерево, это будет просто произведение окружностей на самом деле, вот. Это будут вершины в каком-то смысле, то есть, ну не вершины, они будут иметь размерность больше, чем 0, размерность 1, это будет произведение размерности 1, но они уже будут замкнуты в этом смысле. Да, то есть, в этой ситуации у нас точек не бывает, у нас не бывает, мы тут не дойдем до замкнутых точек, насколько я понимаю, у нас тут будут только окружности. А тут у нас будут точки, потому что тут у нас вот есть, вот в этой ситуации, когда CNM, у нас же есть вот такие вот, там, я не знаю, вот точки там будут возникать, когда две этих самых вот напрямую лежат в предельных конфигурации. Вот это будут как бы точки. Короче, давайте мы с этой точки зрения обсудим вот эту вот конфигурацию и на этом сегодня закончим. Значит, вот, вы там еще почитайте, может быть, будет более понятно, чем я говорю. В конце апреля? Ну ладно, давайте, я думаю, я запомнил, но напишите мне на всякий случай, тоже, напомните, и Виктор, я тоже помню, что у вас было требование, но вы говорили, что несрочно, поэтому я это держу в голове, как бы, да. Да, я, честно говоря, вообще не понимаю, кто, кто будет, кто записался на кроме… Я собирался, но что-то не спросил, пока. И у Феди, которого надо спросить, наверное, да. Потому что это могут быть люди, про которых я там не знаю, может, они там могут потом просто видео, даже вот не присутствовать все время, как вот Даниил, а могут просто там на Ютубе смотреть, зачем тоже никто не запрещает, правильно? Вот, давайте мы вот эту мораль с деревом применим вот к нашему глазу. То есть у нас, значит, вот две точки, вот такое пространство, С2, 0. Ну, какие у нас бывают вырождения, давайте. Стабильные, то есть стабильные, это значит СМН, НМ, где 2Н плюс М больше либо равно 2, или СН, где Н больше либо равно 1. Ну, во-первых, я могу эти две точки сблизить. И у меня будет одна тогда вместо них. То есть у меня вот эти точки, значит, сближаются, и тогда это распадает, это становится произведением такого, это вполне себе точка, заместите, да, на такое. То есть это точка на окружность, правильно? И это в точности вот эта вот окружность, которую я здесь, значит, рассматриваю. То есть конкретнее здесь это будет С1, 0, и это стабильное пространство, а здесь С2, тоже стабильное пространство. Я, вот можно обратить сейчас внимание на то, что происходит? Понятно, что я делаю или нет? Я рассматриваю вот это вот дерево вырождений применительно к вот моей ситуации, очень простой, когда у меня есть две точки и всего. Вот я рассматриваю, что я могу таким образом получить. То есть я, значит, должен досматривать всевозможные стабильные вырождения, где стабильность означает, что там точек должно быть там, ну, что должно оставаться вот оба фактора, которые у меня вот там расщепляются, оба должны быть стабильны. То есть в этом случае это либо CNM, когда вот так, или CN, когда вот так. Вот, ну, значит, да, первое, значит, у меня вот эти две идут сюда. Вот, и тогда у меня получается С1, 0, вот вместо этого я добавляю точку, вот С1, 0. Это новое, вот это вот как бы, то есть здесь у меня как бы N2, а N1 просто равно 0. Но поэтому я пишу CN1, которая 0, плюс 1, то есть плюс дополнительная точка на 0, да, умножить на CN2. Ну, понятно, да, что это вот, собственно, вот это 1, это вот та вот дополнительная точка. Вот, окей, все, дальше у меня тут уже некуда двигаться, потому что вот эта штука уже дальше будет нестабильна, если я ее буду двигать, потому что две точки это минимум. Потому что группа трехмерна уже. CN, CN больше либо равно 2, я очень извиняюсь. А тут, значит, получается, что N больше либо равно 1, или M больше либо равно 2. Вот, вот эти штуки, они стабильны. Вот, значит, окей, теперь, значит, давайте это, вот это, таким образом я получаю вот эту границу. Но мне надо получить другие еще компоненты. Вот у меня одна точка, а, допустим, вот вторая пошла куда-нибудь сюда. Да, 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 конечно, да, их можно сажать на прямые. Даже, даже несмотря на то, что M равно нулю, но я могу их сажать на прямые, тогда на M получится вот плюс 1, та точка, к которой они приблизятся. То есть вот конкретно вот этот вот страт, он что мне дает? Он дает мне вот эта штука, она будет чему равна? Она будет равна C1,1 умножить на C2, ну, 1,0. Вот, что вот это вот, это будет 1,0, если я ее раздую, а при этом сама по себе она даст одну еще точку. Поэтому у меня было 2,0, 2,0, а стало 1,1 на 1,0. Да, 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 конечно, да. Поэтому вот 1,1, хотя до этого было 0, M, а стало 1. Вот, ну, смотрите, тут вроде как все понятно, вот эта вот точка, а вот эта вот на самом деле не точка, это имеет размерность 1. То есть с этим мы можем возиться дальше. У нее есть еще 2 вот, это вот мы получили одну из этих двух дуг. Ну, и дальше у нее, вот эти пока еще мы не получили. Вот эти вершины, они пока выклоты. Вот. Вторая что? Да, да, конечно, да. А почему они симметричные, да? Почему они что? Не симметричные, да, а вон. В смысле, там когда-то просядет, то есть? Ну, потому что у нас, в смысле в нашем то, что называется пропагаторе, ну, функции φ вы имеете в виду. А вы говорите, что она была в том, да? Ну, то, как я определяю функцию, вот эту тета, да, которую я говорил в окружность. Ну, потому что я хочу, чтобы вот таких вот, чтобы у меня таких ребер не было, чтобы они все ребра начинались только здесь. И вот эти вот две ситуации, одна из них это вот такая, где мне нужно, чтобы форма не обязательно занулялась, наоборот, нужно, чтобы не занулялась. А вот эта форма должна зануляться. Они пронумерованные, ну, они пронумерованные, ну, как, ну, они пронумерованные, ну, да, то есть я знаю, я знаю, что, ну, даже это мне кажется, сейчас не важно, что они пронумерованные. Не важно, да. Ну, вы поняли, да, или нет? Ну, просто, а, не, не, вы правильно говорите, да, я извиняюсь, они пронумерованные, у нас же все ребра ориентированы, и поэтому я хочу, то есть мне вот эта вот штука нужна, ну, для этого глаза, для того, чтобы каждому ребрусу поставить некую один форму. Вот я хочу, чтобы вот тут вот один форма была равна нулю. И, ну, вот, это... Да. Да, да, да. Давайте вот, значит, мы теперь вот пока получим то, что мы, значит, вот получили, это, значит, c2.0 на c1.0. Вот это вот то, что мы получили тут. Теперь у нас есть, значит, вот ситуация, когда она сближается здесь. А есть, кстати, ситуация, когда вот эта первая точка, а это вторая. А есть, когда наоборот вторая здесь, а первая куда-то сюда идет, да. И это две ситуации, которые геометрически разные, поэтому это будет два разных графа на самом деле. Но они будут давать одно и то же, то есть как пространство. одно будет, это, значит, c1.1 на c1.0 и c1.1 на c1.0. Но они будут как бы разные, как, ну, как это будет два разных куска, потому что, так сказать, numeration matters. Вот. Ну все, я получил, по крайней мере, с этой вот позиции, получил вот эти три куска. Теперь мне нужно понять, значит, еще про эти две вершины. Ну что такое две вершины? Это, ну, понятно, что у меня ровно один способ получить точки в этой картинке, а именно, когда вот у меня есть там вот такое. Бывает 1.2, а бывает 2.1. И это не одно и то же. И я могу получить как 1.2, причем и отсюда, и отсюда, так и 2.1. А именно, что когда у меня вот эта точка теперь садится сюда, то она может сесть сюда, а может сесть с другой стороны. И это уже будет разные вещи, потому что на прямой я не могу их переставлять как бы в порядок. Там порядок фиксирован. Вот, поэтому у меня как бы вот у этого есть еще, ну да, то есть вот дальше у меня есть там C1.1 на C1.0. Вот они, значит, переходят тоже каждое двумя способами на вот это дело разбивается дальше. То есть как мне, давайте я напишу, как вот это было уж совсем культурно. То есть дальше, дальше я работаю вот с этим C1.1. То есть у меня C1.1, оно разбивается на C2.0 умножить на... Нет, а просто C2.0, но уже ни на что не умножить. Но, да, просто C2.0, но при этом оно это делает... Сейчас, или сейчас, я что-то не там говорю. Не-не, все верно, да, да, все верно. Ну да, вот, то есть оно, значит, вот переходит, соответственно, в C2.0 двумя... Хотя мне не очень нравится, как я тут написал, потому что должно быть еще какое-то произведение, которое тоже точка. Давайте мы сейчас это сумеем понять. То есть как мне написать, вот вы можете, наверное, мне даже подсказать, как мне написать, вот если у меня есть вот такое пространство, да, C1, а это 2. Вот как мне, значит, написать две его... Это имеет размерность 1, и есть, вот я говорю, две граничных компоненты, когда оно сюда идет и туда. А, ну вот, правильно, я, значит, не совсем хорошо написал. Это будет C1.1 умножить на C1.0 каждая, потому что вот то, что у меня здесь будет в близости некоторой, если я ее раздую, я же как договорился, что я в одном случае добавляю одну точку, а в другом смотрю через увеличительное стеклышко. И через увеличительное стеклышко это будет 1.0. То есть у меня, значит, вот эти штуки, они двумя, каждая из них, она двумя способами переходит в C... в C2.0, да, 2, ну... Не, не 2.0, а 0.2 на C1.0 и еще раз на C1.0. То есть вот эти вот вершины здесь, это и это, и это. Это произведение на самом деле трех пространств. Это C1.0 на C1.0 и на C0.0.2, да, 0.2, вот. Понятно, да? То есть это дерево, у которого длина уже не 1, а 2, как бы. Не, ну вы дальше можете задать вопрос. Хорошо, но это ты нам объяснил правила, вы нам объяснили, а как мы это теперь интерпретируем геометрически? Мы же должны как бы сказать, как мы эти все страты склеиваем друг к другу. Но это на самом деле можно довольно легко сказать. То есть смысл в том, что мы вот как бы определяем вот по каждому дереву определяем такой страт и его геометрический смысл, то что у нас разная такая вот иерархия вот этих увеличений, рискейлинг. Граница к размерности 1, это будет следующая. Граница к размерности 1, это всегда будет что-то вот такое. Всегда. Но просто в том случае, когда у нас, ну, когда у нас C, N, это однозначно определяет пространство. А когда у нас C, N, N, то у нас среди вот этих точек, это же тотальное количество точек, а какие-то из них там первого типа, какие-то второго. И мы должны это тоже учитывать. То есть, ну, в принципе, всегда, вот и в том, и в другом случае, граф коразмерность 1, она имеет как бы комбинаторную, ну, любая коразмерность, она имеет комбинаторную такую нумерацию и геометрическую. Вот геометрическая, это соответствующее произведение конфликционных пространств, а комбинаторная, это дерево. И утверждается, что если мы возьмем объединение этих геометрических по всем комбинаторным, то есть по всем деревьям, которые не пересекаются, то мы получим некое, значит, вот пространство замкнутое вот такого типа. Будет компактным многообразием с углами. Кстати, я нашел некие лекции, вполне вроде понятные с первого взгляда, где вполне себе элементарно формула Стокса для многообразия с углами. Она верна? А? Она верна, причем это элементарное утверждение, тут никакой мистики нет. Настолько же элементарное, насколько и обычная формула Стокса. Ну, я это там вам презентую в какой-то момент. Или кто-нибудь из вас, если хотите. Ну, я, наверное, не знаю. В прошлом разу было утверждение, все равно не верна. Нет, в общем случае это не многообразие с углами. В общем случае это когда есть же такие вот как бы стратифицированные пространства, которые, например, имеют конические вершины, но там, допустим, не три грани, а четыре из одной вершины. Ну, вроде бы, не знаю. Ну, вроде бы, не знаю. Я не видел доказательства. Может быть, нет, там есть некое общее утверждение. Слушайте, давайте мы это вот посмотрим. Вот вам, к сожалению, не надо, наверное, задавать там ничего, а вы бы здорово, наверное, рассказали. Хотите, можете рассказать. Да? Я так думаю, ну, вам же интересно, наверное. Но я могу вам дать тогда, вы расскажете, и мы тут все послушаем. Нормально? Но это, правда, вам никуда не пойдет в качестве зачета. Просто опыт будет, да? Хорошо, так сделаем. Тогда я пришлю вам, например. Вот, значит, глядите, что я хочу сказать. Да, а вот теперь последнее, размерность 0. Вот размерность 0, это у нас, значит, есть две этих самых ситуации, которые приводят к размерности 0. Это либо C1-0, либо C0-2. Вот это вот стабильные конфигурации. Вот у нас есть как бы вообще три штуки стабильных, которые дальше уже неразложимы. Это вот две в размерности 0 и одна в размерности 1. Это когда вот C, вот такое, C2-0 без уже вот с нулем. Не, не C2-0, а C2, C2. Это у нас будет окружность просто в размерности 1, C2. А вот эти, это будут две точки. Ну и поэтому как бы мы наши вот эти все, уже граф будет как бы уже соответствовать какому-то замкнутому куску, тогда, когда вот его, ну, у него могут быть соответственно, ну, да, он будет соответствовать замкнутому куску, когда вот у него будут какие-то вот такие на граничных этих штуках стоять. То есть, грубо говоря, замкнутый кусок – это произведение нескольких таких, нескольких таких на несколько таких. Вот это вот то, что соответствует таким деревьям, вот, у которых здесь, соответственно, валентность 2, у вершины здесь валентность 2, а здесь валентность 1. То есть, деревья с вершиной валентность 1 вот в этой ситуации тоже могут быть, потому что вот когда такого рода отщепление происходит, как бы это же отщепление, которое приводит к чему-то неприверимому. То есть, на вот в контексте CN, которое мы рассматривали, там страты – это всегда валентность больше либо равно 2, как бы, вот, новой вершины. А здесь вот, насколько я понимаю, вот эта ситуация, когда мы здесь, мы же тут никакие вершины не сближаем, мы просто вот берем ее, опускаем сюда. Тут не… тут… это будет одновалентная вершина, но будет соответствовать некой граничной компоненте. То есть, у нас будут, значит, вот замкнутые деревья, это будут, значит, деревья, у которых в севере… в смысле деревья, для которых вот эти вот соответствующий страт будет замкнутым. Это будут деревья, у которых все вершины двухвалентные или одновалентные, и в одновалентных у нас сидит вот такое, а в двухвалентных либо такое, либо такое. То есть, это вот то, когда мы уже дошли до предела, и дальше мы идти не можем. А так мы можем вот так вот двигаться, у нас получаются такие сложные геометрические фигуры, типа вот этого вот дела. Ну, на сегодня все. Ну, я надеюсь, что это было более-менее понятно, хотя тут еще требует объяснения, и это будет предоставлено, значит, как мы к этому относимся, как к геометрической фигуре. То есть, как это все склеивается там, об этом мы еще поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова